Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов как фактор объединения народов России. Так звучит тема встречи за круглым столом, за которым собрались буйские ветераны, краеведы, педагоги, представители общественных организаций и школьных патриотических объединений. Мероприятие состоялось в школе номер один, на базе которой создан и работает Муниципальный ресурсный центр по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Инициаторами встречи стали Костромское региональное отделение Ассамблеи народов России Многонациональная Кострома и областная общественная организация Исламский культурный центр Костромской области. Проведение подобного мероприятия в канун Дня Победы не случайно. Попытки переписать историю Великой Отечественной войны, предпринимаемые сейчас за пределами нашей страны, проявляются не только в искажении фактов военной истории, но и в раздаче многим нациям новых званий, вернее ярлыков. Так советские воины становятся оккупантами, фашисты – освободителями, а главная роль Советского Союза в освобождении мира от фашизма тоже ставится под сомнение. Поэтому в наших силах соблюсти историческую справедливость, не дать забыть, какой ценой завоевана победа в самой страшной за всю историю человечества войне. В свете последних событий, которые происходят вокруг нашей страны, сегодня хотят перевернуть историю, и для этого делается очень много. Сегодня возвышаются те люди, которые состояли в легионах СС, сегодня проводятся марши в бывших республиках. Во время войны многие боевляне участвовали в войне, героически сражались, есть свои герои, есть труженики тыла, которые отправляли, можно сказать, последний кусок хлеба для фронта, для победы. Вот именно, поскольку Буйская земля, как и всероссийская земля, многонациональная, вклад всех народов, начиная от малого до великого, велики победы. И то, что приятно именно на сценах школы, это для детей. Вы знаете, да, какие времена, да, сейчас тоже ведь тяжелые времена, да, весь мир как бы уже, они доказывают нам, что победа – это их вклад. Они не хотят познавать, что это наш многонациональный советский народ. Они выиграли. На полях сражения более 26 миллионов. То есть, можно сказать, каждая семья потеряла своих родственников, близких людей. То есть, именно задача, чтобы наше поколение, особенно дети, чтобы это помнили, именно это передавать. Можно как угодно относиться к СССР, называть советский период временем застоя. Но один урок – правду о Великой войне и Великой победе советского народа – все же извлечь нужно. А состоит он в том, что представители разных национальностей шли на борьбу с врагом в одном строю, воевали в одном окопе, многие лежат в одной братской могиле. Все они – солдаты-победители, солдаты одной Красной Армии. Победить они смогли тогда только все вместе. В единстве была наша сила. В единстве она и сейчас. Россия исторически была многонациональной страной. Это и стало темой обсуждения за круглым столом. Не так давно в школах стали проводить уроки толерантности, которая необходима по отношению к особенностям других народов, наций и религий. Раньше уважительному отношению к представителям других национальностей учила сама жизнь. Но современный мир диктует свои условия и составляет свое расписание уроков. Разобщенные народы легко уничтожить, ведь цели любой войны – это захват территорий, установление господства и истребление какой-либо нации. Реалии современного мира таковы, что нам нужно сплотиться. Сплотиться вокруг нашего главного завоевания – Великой Победы. Мы застали те времена, как много сейчас не очень рестно говорят, застойные времена. Но мы жили все, служили в одной армии, работали, учились. У нас не было никакой разницы, кто по национальности. Все евреи, осетин, азербайджанец, армянин. Мы все жили всегда одной семьей. Посмотрите фильмы, строительство наших великих строек. Вам последнее. И так далее, и так далее. Можно перечислять бесконечно. Здесь-то как раз мы думаем, что на этих примерах сегодня мы должны присутствующим детям как раз должно быть воспитание, напоминание, чтобы не утрачивали вот эти традиции связи, национальности и решения больших вопросов вообще государственных, вместе. Вот эти дети сегодня, присутствующие здесь, они почувствовали и понимали это. Вот самое главное, что сейчас вот, несмотря на то, что это Украина, народ наш, русский воюет с русскими, украинцы, это единая нация, не люди, ну политика, естественно, Прибалтика нас отделила и так далее. Это тоже опять-таки антагонистические отношения, но по большому счету решают люди, общество. И вот здесь мы, как представители общества, будущее наше, молодое поколение подрастает, чтобы они правильно проводили в этом плане политику, свои действия, просто в жизни общались. В следующем году состоится в Москве фестиваль молодежи студентов, всемирный фестиваль. Это тоже, говорит, обеднение. Это опять и будут наши, все регионы представлены, все нации на этом празднике и с мировым сообществом молодежи. Сегодня хочется сказать большое спасибо вам, ну как инициаторам. Очень тема такая своевременная, еще раз актуальна, и то, что вы вот здесь инициаторами являетесь, огромное спасибо. Для внешнего поколения, к которому сейчас были обращения, многого, наверное, при всем, так сказать, благе и изобилии, как и то, что сейчас они имеют, и все, так сказать, инновации современных, они лишены, наверное, вот того, что имели мы, дети 20 века. Что я имею в виду? Я послевоенное поколение, родился после войны, но я воспитывался в то время. И именно воспитывался на рассказах, на книгах, на фильмах, на хороших фильмах, а не то, что сейчас, допустим, зачастую вот это ширпотреб идет и тиражирует десятками. И получил вот именно такое воспитание, которое нисколько не заставляет, ни грамма даже подумать, усомниться в наших идеалах, усомниться в нашей победе и, упаси Бог, что-либо, так сказать, непочтительное отношение к ветеранам. И я считаю, что это, такое воспитание, я получил правильное, и мое поколение то же самое, правильное и единственное, наверное, верное. И в этом я убежден буду, как говорится, до конца своих дней. И действительно, вот вы посмотрите, единение народов, война, а послевоенное время, послевоенное время, там не делили, что надо поднимать Украину, потом Белоруссию, надо поднимать Россию, потом, значит, Кавказ, так сказать, ставить на ноги. Нет, опять же, весь народ, все народы поделись, надо поднимать страну. Подобные встречи прошли уже в Костроме, Галиче, Шарье, Нерехте. Главе города Валерию Катышеву была передана благодарность за вклад в дело укрепления межнационального мира и согласия этнокультурного развития народов Российской Федерации, укрепления духовной общности и единства наций. Я хотел бы поблагодарить войск на землю главы города, Катышева и все руководства города, то, что и дирекция школы, то есть дали возможность такой круглый стол. Между прочим, еще скажу, это проходит Исламский культурный центр Костромской области. Мы выиграли субсидия, грант выиграли, мы участвуем, мы ездим по Костромской области. Здесь присутствует директор Исламского культурного центра, имам Мечети. То есть здесь, почему это не меня говорят, да, Исламский культурный центр. То есть у нас Россия и исторически была многонациональной, многоконфессиональной страной. И поэтому показывают, мы должны знать, чтобы, да, и как наш президент говорит, традиционно наши религии, все наши народы, независимо, да, от малого до великого. И как сплотились мы вокруг Победы, и мы хотим это продолжать. Вокруг всех многонациональных россиян объединятся. Сейчас надо поднимать страну еще на большой уровень, в экономике, во всех сферах экономики участвовать. Вот задача у нас такого рода. Ассамблеев народов региональной отделения объединяет более 50 общественных организаций. Национальная культурная автономия, национальные культурные центры, спортивные федерации, спортивные клубы. Будь для меня еще родной, поскольку я представляю еще федерацию легкой атлетики, как председатель. Вы знаете, что каждый год здесь проводится гран-при и боевляни, не только в российских соревнованиях и в международных соревнованиях. Достаточно сказать, сестры Коротковых, я думаю, что не нуждаются. В рекламах именно через спорт, через культуру мы должны будем показать свое стержень для всех народов. Почему именно? Я как спортсмен говорю, что объединяться надо. У нас одна страна, один народ. Вот такие у нас, как говорится, и позиции. Мы единая страна, единая Россия. Я как представитель партии «Единая Россия», поэтому я говорю, что не на словах. На самом деле мы едины. Мы вместе, мы победим. Да здравствуйте, дружба народов, единство России.